Сейчас мы находимся около уникального дерева, которое было посажено 200 лет назад с Сергеем в честь приезда на Ладогу. Сейчас, в 2221 году, мы к нему вернулись и посмотрели, что корни у него почему-то оголились. Так, но если серьезно, мы обнаружили это дерево удивительное и хотим подать заявку на внесение в реестр памятников живой природы. Оно уникально тем, что оно, во-первых, самое взрослое здесь в лесу, то есть ему на вид лет 200, всем остальным максимум 100. И у него открытая корневая система, которая вот почему-то, может быть, размыла со временем дождями, сильными какими-то потоками. И она вот оголилась, и получается, что дерево стоит на кроне корней. И корни стали, огрубели, стали похожи на ветки, а корневая система, видимо, ушла еще дальше. Дерево просто волшебное, завораживает. Кстати, 100%, я понял, что это именно было здесь дерево одно. То есть не было деревьев, потому что, когда деревьев много, они ровные. А когда деревьев нету, они начинают, сосна начинают расти в сторону, и кучерявый быть. Точно. Здесь она была одна, и не было деревьев. И было выше, скорее всего, какой-то пригород. Да, то есть, возможно, Петр Первый здесь все вырубил. И, почистую, как он любит, кораблей настроил, одно дерево оставил. Кстати, Петр Первый запретил рубить рядом с родоемными деревья. 100 верст от рек. Потом подумал, говорит, зря я так сделал, надо запретить. Да, 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 потому что он знал, что деревья это насос водяной. Что если рубить деревья, то реки будут не судоходные. Мы думаем, что это дерево общество должно охранять. Вот этот реестр уникальных деревьев, он помогает. Мы недавно уже защитили дуб 700-летний многоствольный, 13 стволов из одного корня росло. Это было в Московской области. И очень помогло как раз то, что он был внесен в этот реестр памятника в живой природе. Поэтому присвоим ему статус, номер. Возможно, там двуличку поставим и золотую цепь с котом. Котом будем по очереди. Ты похож на кота. Все, всем привет. Это было подарить дерево. Когда-то мы начали сажать деревья в 2012 году. Федор, я присоединился в 2013 году. Придумал сделать такой масштабный проект. Да, сейчас мы уже посадили 70 тысяч новых деревьев. И охраняем старые, уникальные.